И что, они там черкают или уже начеркали? Уже начеркали, давай, заходи, я выключаю тут всё, захват вырубил. Выключай всё, не надо это, ну зачем тебе, ну выключай, оно мешает мне, в первую очередь, потому что ты говоришь об этом всем, ты понимаешь? Выключи, не нужно. Всё, выключил, бейс, прекрати, выключил. Сайфер не попадает, рейл, кстати говоря, первый. Вот если бы попал, как было бы приятно выходить на шаг? Ох, ты ж пони, какой опасный, смотри, как вылетел. У меня карта грузится, смотри. Слайсинганом, ты не видишь, да, что происходит? Слушай, ну пони чё-то начал мега резво. Охамел, охамел. Да, нереально просто круто начал, первый фраг, заточил, как будто. О, хорош, оранжевый рейл, испанский сразу видно, рейл. Нормально за столбом. О, ты ты хорош глотанул он, ракета, красиво, да? Понравился, он даже улыбнулся, Сайфер. Представляешь, такой вежливый. Две ракеты, отлично спамят, но шага не хватает. Одного шага не хватало, да. Чтобы красный подобрать, да, перед Сайфером? Да. Жалко, конечно, жалко. Ну, это, конечно же, жалость вызывается у Сайфера. А нам-то интересно посмотреть сейчас, как пони гоняет Сайферу на данный момент. И неплохо, неплохо. Запер он в том углу его. Вообще, мне хотелось бы, чтобы пони сыграл очень хорошо, чтобы он выиграл несколько карт. Потому что последний раз, когда я смотрел финал Сайфер пони, знаете ли, пони отлетел там, как... Вообще, я даже не знаю, как... Как деталь от ваза. Да, очень хорошее сравнение. Тоже, у меня была уже история такая, я сел в такси, в пятерку, мы ехали, и у него что-то отвалилось от днища. Он сказал, извини, пожалуйста, сейчас я подберу. Он это все забрал, мы поехали дальше. Я стал волноваться уже. Ну ладно, давай продолжать смотреть. Нет, кстати, нормально, нормально. Я смотрю на пони, конечно, он сейчас все промахнет. Глаза мои уже немножечко слезятся от этого, но, тем не менее, он неплохо двигается. Очень хорошо, не смотри, я вот зря, по-моему, только упала. Кончилась базука, Шафта немного, Сайфер атакует сверху, 70 КП. В сумме ли Кот шафтить? Да, Лешка. Два остается, два. Два КП всего лишь. Шафт. Не фартануло. Ну да. Они же шафтились. Очень жалко. Ну, как говорится, свезет сильнейший. Да, это я смотрю у всех моих гостей, комментаторов, это любимая фраза. Так это так и есть. Не то, чтобы я ее люблю, но все, кого я приглашаю, все постоянно говорят. Ну, потому что так и есть, так и есть. Так, смотри, как интересно она сейчас на центре карты, да? Сайфер хотел подрейлить, но, в общем, не удалось. То есть, наверное, пони вот после такого удачного старта немножко попассивнее станет играть, поаккуратнее. Там красненькие пособирать, желтенькие, 200 армора себе там. Не смотри, как забрать. Интересно, коройдется, видишь, по стеночке. Оп, за угол встал, не видно. Все, значит, все замечательно. На красненький он так выбирается, видишь? Ну, вот, о, видишь, видишь, пушку хорош, да. Чуть-чуть потешил. Надо было рельсу достать, знаешь, так смачно зарядить прямо, вот, по рукам. По рукам, по пальцам. Еще одно рельсу попадает, мега должна спавниться. Сайфер контролит. Думаю, что через шафт побежит. Но пони огрызается, выходит обратно сюда, на вот такую комнату. Сейчас будет нырять Сайфер. О, как он видал перепрыган, ракет, это интересно. Вот, колеска падает. Весело очень хорошее попадает, ракет. Ну, он, кстати, здесь может отъехать, да и второй тоже может отъехать. Довольно, да, рандомная ситуация была. Столбы, столбы, да. Ты же знаешь, что здесь происходит. Столбов? Ну да. Ну да, сейчас у тебя телефон вызвонит. Ой, лео, лео, извиняюсь. О, а тем временем, Сайфер попал в великолепный рейл и сравнивает счет с респа. Что пони подберет с респа? Рокет лаунчер, очень плохой спаун. Хотел, никак уже. Хотел он через мегу попытаться, да, но, к сожалению, на меге. Болт. Да. Хорошо пришертил Сайфер. Ну, вот просто на голову лучше, видишь, да, то, что Сайфер, вот когда вот у него есть контроль, вот пони просто ничего не может ему противопоставить. Надо пытаться что-то делать. Что теперь, вообще что-то безысходное. Стараться. Нужно сжать кулачок свой. А как играть? По-моему, пони как раз-таки сейчас и делает, что сжимает кулачки, ему их надо расправить и... И сжимать на ногах. Да, и сжимать кулачки на ногах. Нормально прогоняет, смотри, на лесенку, говорит, уходи в этот дюплиц, уезжай отсюда. Сверху, кстати, контролирует. И Сайфер, кстати, промахивается, Рейлган сам сглатывает и еще один глотает. Очень хорошо. Минус 2 по 80. Это позволяет сейчас, в принципе, пони смотреть снизу на Сайфер. Ну, наоборот. Ему это... Я бы сказал, что так. Ему этот фраг позволяет с оптимизмом смотреть на будущее этой карты. Тут нормально, тут полшестого как раз, видишь? Да. 5-5-30, все нормально еще. По времени у нас все хорошо. И пони делает фраг. Молодец, сравнивает счет. Слышит, 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 спот. Ага. Попал, да? Нет. А Сайфер его смашнил. Ну, что ты будешь делать? И Сайфер тоже слышит спот. Смотри, теперь другая ситуация. Второй термин попадает. А что девайс-то лежит? Дорогой испанец. Он там ОМГ написать, наверное, хотел. Но... Вот это дерзость. Ты что-то делаешь-то, отстань. Нормально, нормально. Упор, хорошо. И Сайфер тоже, смотри, согрызается и получает лоб. По-моему, в этой ситуации Леша долго не мог понять, что происходит. Да, он держит трейлоган, на него бежит, пони, он думает, держит эту рельсу, он думает, ну, пони, ну, ё-моё, ну, остановись, ты. Бедал попал, принял на окрасную. Но пони не остановился, короче. Вот лично он отмахался тут. Выгнал его в арку. Надо посмотреть, 50 кп будет контролить. Ну, так. Можно сказать, что и не. Слабовато, да, то есть не особо. Контролил, но старался даже. Ну, красный ты, красный. Ой-ой-ой. Нет, умрёт сейчас. Проскочил, тем не менее. На мигу, правда, не успеет. Долго пони думал. Если бы побежал, бы сразу успел. То он что-то вообще задумался, как-то конкретно. А вот здесь уже не стоит драться. Отличный в стену Реал. Бумовик, так. Ой, ребята, продолжаем упарываться на финале. Слушай, да какие-то... Какие-то у вас в Москве семечки неправильные. Буду в Москве, обязательно себе кулёк куплю. Может, у нас в городе можно подороже их перепродать. Барыгам. Пять секунд. Я не знаю, я Домиги взял в магазине любые. Пять секунд. Домиги, мега спавнится, пони. Пони рядом. Так, он смотрит и нюхает. Где же Сахер? Он уже знает, на что его ловить. Отлично, на балкончике смотри, на этом пробревает. Нормально пробрел. Ещё стон к нулю, ещё два Рейлга выдержит. И тут можно помахаться. Можно, можно. Но вот это зачем ты сделал? Вот зачем было ловить руки? Не знаю? Я нет. Ну, возможно, пони показалось, что всё идёт слишком хорошо. Как так кажется. И дабы не раздражать вселенную, он решил, что надо поймать этот рокета, то уж слишком всё хорошо в жизни. Поня ведь знает то, что мега тут не за горами совершенно. Просто в телепорт войдя, она не за горами. Она за телепортом. Она просто, она, да, она на третьем этаже. Моя мега живёт на третьем этаже. Нарять я не буду, но услыхал шаг. Вот смотри, надо прятаться. Вот куда он стоит с рокетом, вот смотри, он прям смотрит и пытался вот сделать что-то прям, я не знаю, как Сафин в этом. В теннисе, знаешь? Зачем это делать, непонятно. Красный? Где? Где красный? Лёша проверяет всевозможные места. Вот можно, на самом деле, сейчас последняя минута идёт, можно отбегать один фраг преимущества. Ну, понято. Да, 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 к тому же красный есть у испанца. Да, да, да. Сиди там, не ходи никуда. Да не надо тебе это, ну к чему ты? Вот, молодец. Раз уж пошёл, то попадай. Ну, я считаю, что одну минуту всё-таки, наверное, надо было бы попопадать. То есть хотя бы несколько таких ослабляющих рейлганов. Хорош, пони, ну, что-нибудь ещё? Что-нибудь ещё? Уходи! Уходи отсюда, глаза меня твои не хотят видеть. Да не надо драться-то, убегай просто, да и всё. Нет, он хочет всё-таки немножко, видишь, оставить... Был? Остановить у Сайфера. Вот, Сайфер здесь попрался в себя, но здесь никак не получится. Ну, Сайфер как бы с покерфейсом. Беги, беги, беги. Сайфер на контроле, чё он попадал, что попадал, что не попадал. Сайфер на контроле, он стек себя восстановит, да и... Идёт, будет атаковать дальше. Ну, он стопом просто пони бежал, наверное. Ну, либо больше попадать надо было, либо как бы... Ну, ладно, в принципе, сейчас... Овертайм. Тайм лимит, да. Ой, тайм лимит. Тайм... Тайм... Бр... Тайм брейк. Не, не заберёшь, даже не ходи. Нет, он всё-таки пошёл, видишь? Что делаешь жадный? Что делаешь с мирным картофелем? Красный лежит и мега лежит. А куда бежать, забирать, непонятно. Никуда, пойдёшь... Мегу забирать. Эннами на красный. Пойдёшь в мегу забирать. Сейчас заберёшь. На красный пойдёшь. Рейл возьмёшь. В любом случае, ты в плюсе. ГГшечка и... Довольно, довольно, довольно. Ну, по поводу ГГшечки рановато что-то говорить. Хотя, эти два Рейл и Гана очень... Сильно заставляют задуматься о кончании матча на Т7. Здесь можно в уголке, кстати, спрятаться. О, как хорошо. Ой, хорош, Сайфер, отличная просто... Выпад, хороший выпад. Семьдесят пинга, хороший руки-джам сделал. Джи-джи. Да, здесь нормальная игра получилась. Только я не понял, почему пони не видно... На эти самые процентики. Костя Спу сказал, что... Ещё три куска в призовой подкинет, если приедет Русак, как я понял. Русак собирается ехать из Минска. Хотя, вроде, из Минска до Питера не так далеко. Слушай, у меня какая-то вата с... Мышкой. А, вот, всё, хорошо. С подбородка от зимы осталось, я думаю. Ты великолепные корпоративы. Ну, как ты думаешь? Рейк больше не такой популярный, надо что-то кушать. Что, уже файт? Да, Токси, это та карта, где Сайфер почти в минуса выиграл своего оппонента. Там, до восьмой минуты. Эвил нахайвил, да. Да. Блин, ну ты обороти внимание, у него 70 пинков. Он обстреляет, как на нуле. Ну, у пони так-то тоже 60. Ну, 62 и 74 это разные вещи, тем не менее. Но не с тридцаточкой гоняет по таксите, типа, испанец сейчас. Не с тридцаточкой. Хотя, наверное, очень бы хотелось. Ну, тут Сайфер, я даже не знаю, как он действует. Потому что он в минуса ты выигрывает эвил. Просто стреляет, бегает, собирает, всё. Ничего сверху такого взаумного не делает. Сайфер вместе, да. Вот он бежит в контроль с жёлтой. Так, нежданчик сзади. Оп-оп. Рейлган, вот, хорошая медь, кстати, на этой карте. Да, хороший рейлган на любой карте, это круто, кроме ДМ-13. Там рейлган вообще не нужен. Хороший. Не, ну просто иногда может такое произойти, что тебя пробрить могут. С одного ты там махнёшься, а тут прям размашься. Так, боль для него. Ну, чём тяжело, как-то, с Рокетом здесь стрелять, нет? Ну, я даже не могу, чтобы тебе сказать конкретное, потому что... Тут какие-то углы какие-то... Тут есть, есть, конечно, моменты, где Рокетом надо... Ящики какие-то непонятные. Ты сам только себя, смотрю, не особо играешь, да? Да не, почему я играл ещё? Пука... Ну, ты помнишь, о чём я тебе сейчас? Про Пуку ими говорю. Там-то я ещё с этой картой был ознакомлен. Мне не нравится эта карта как раз. Мне тоже. Ну что, не знаю, с чем связано. Просто мне нравится. Да, яй-яй-яй, но надо было сразу контролировать машину, телепорт, но... Вот, ну, как Сайфер интересный, но расстояние держит, ну, и просто забивает гвозди. Ну, когда стеканёт, то это понятно, что... Да он будет промахивать, нет? Сколько у него там? 63. Рейл 63, 33 шафты, 28 Рокет. Вот такой вот интересный показатель. Вот. Вот последокий. Уже, кстати, не первый раз я так наблюдаю. Да. Да. И тут самая важная, ну, как бы, ситуация в том, что он, когда отпрыгивает, стреляя рейл ганом, он либо попадает и убивает, ну, то есть он сейф его очень, либо он не попадает, но убегает. Очень хороший, да? Хороший. В этом плане. Хотя можно было и дешаптить просто, так, допустим. А, пони ошибается его. Просто. Его измученное тело падает в жижу. Зелёную. Нет, ничего, он сейчас уберётся. Он сейчас упадёт на красный. Он туда упадёт. Ну, смотри, как интересно, сейфер обходит, да, и даже бы, если бы пони увал, ему было бы очень тяжело уходить. Сейчас бы выйти как-нибудь. Ну, хорошо. Сейфер уже на ход к ступенькам стрелял, на то, чтобы подбираться к шафтам. И задел. Такие вот микро-моменты. Да, они очень решают. Вот фраг, пожалуйста, за него. А так бы пони ушёл бы с этим красным, съел бы аптечек там. Жёлтый бы подобрал, и было бы всё вообще суперкруто. Но похоже, что лошадь оборзела и начинает лезть сверхагрессивно. Это не та стратегия, которая работает против сайфера. Только если попадать очень много. Ну, в общем, пони решил не мучить. О-р-фей-и-т-э-д. А-э-с-д. Такой комментарий даёт нам пони. Б-э-ут-нах. Говорит, ктап-ты логометр, включи и дро фпс. Но я думаю, что это не в этом дело. Сейчас быстренько в чатик опять загляну. Вы отключены от сервера. Вот незадача. Что-то там... Что-то странно, кстати, случилось. А, да-да-да, там он всех пацанов из чатика дропнул, а резко. Кстати говоря, а пони не было на драм-хальтинг? Не помню, слушай. Мне, наверное, должно быть стыдно, но я не помню. Да не, мне кажется, был. А может, не был. Кстати говоря, никто не видел интервьюшечки. Нет, тут что-нибудь нашёл информацию. У Павла Бравили интервью? Не было, не было. Не видели? Нет, смотри, Nightfox говорит, не было. Не было, это, видимо, пони не было. Что, пони не было? Пони не было на драм-хальтинг, все же. Возможно, последняя карта, давайте насладимся всей красотой. Сайферский, в очередной раз. Япония пошёл в второй жёлтый, молодец. Сайфер решил у этого перехитрить. Ну, он заберёт девайс сейчас. Зачёс, она себя. На карте ничего не лежит. Не, он сейчас безройки-то, это, кстати, фигово. Но он причём, куда я смотрел, он сейчас будет выходить на бабатки. Ну, после... Пони пошёл куда-то, никуда. И вот здесь то, он уже не заберётесь никак наверх. Вот и всё. Выпрыгивать. Останьте-то двадцатку в шахте. И мигант за Пони. В пяточку-то там не попасть. Да. В общем, ну хотя бы Рокет подобрал Сайфер. Да и жить можно, это же ЗТН. Чё тут, жёлтый подобрал? Гид, ну просто начало-то уже... Ну да, начало было не очень приятное для Сайфера, но он выкарабил. Он хотел всё перехитрить, перехитрить в итоге. Там всё нормально. Он Пони видал, там голова прогарается. Мимо. Аккуратненько, бабаточками. Вниз. Ну и так вот, вчера до вечера... А граната лететь... Ой, вообще, что за бред? Гранату съел? Да не съел в том-то деле, а прошёлся, как Каспер. А-а. То есть он должен был соловист. Ну, хотя бы что-то. Ой, Пони хорош, отшавчивает, ну! Нет, не успел, дарелись. Сейчас Сайфер может ответить на лицо, если Пони высунется. Вот не надо испанцу больше стреляться. 50 хп контролит Сайфер! Хорош, будет ли залетать дальше, боится. 40 хп, 40 армора. Решил просто забрать две аптечки. Ну, в принципе, да. То есть смотри, он 50 хп отконтролил, сейчас все аптеки съел. И испанец будет 30 секунд, да, полминуты, полминуты бегать без девайсов. Вот и всё. Да, Сайфер сейчас на красный выйдет, всё замечательно. Ну, здесь, кстати, он промахёт, смотри, не успел. Надо было раньше бежать. Ну, он даже борзее тут выходит. Телепорт знает то, что вот там контроль, а ты... Ну, не осилил, этот рейл нормально съел, весь армор мы выдали. Это да. Ну, следующий красный Сайфер хочет забрать. К этому моменту уже отспал... Опа, молодец, вовремя выходит, хорош. Ну и нельзя мне похвалить Сайфера, он там такой рейл попал, да? Сажал бэк. Рейл попал хороший, когда пони, казалось бы, из виду уже исчез, а он всё равно попал. Стандартное место под кордушечку. Здесь пони второй раз пытается исполнить то же самое. Думаю, то, что Сайфер будет здесь падать. Три рельса подряд. Просто три рельса подряд, друзья. Пытается, кстати, очень хорошо с рейлдом дрожит. Четыре-пять. Ну. Ай, промазал, жалко, жалко. Ну, в любом случае, этот враг сделал. Вот что пони делает? Че, нельзя уйти, что ли, оттуда? Четвёртый респаун, говорит, да? Не. Ну и, а ну сам виноват, согласись. Че он творил? Сам побежал на рокет и начал есть. Там надо было убегать, там по шардам. Да, присядочку можно какую-нибудь сделать. Джей Джей написал по ней. Все, очень замечательно. В принципе, мне вполне понравился финал. Потому что он быстрый. Или потому что, вроде бы мы как бодро побеседовали. Так, ну да, так ничего не затягивали. Сразу Рэддин. Хорошо. Вот. Ну так вот, попознать, Лана, там. Давай, давай. Побеседали. Питерин намеревается в этом месяце у нас в конце. И в августе у нас намеревается. Данце тоже месяца, это уже в Москве будет. Ну, конечно, там будет не так офигительно называться, как Кубок Невы. Он будет называться, он будет называться Кубок Москва-река. Кубок Москва-река? Да. Кубок Москва-реки. Можно? Можно. Можно Сайфера позвать с капец на 2-3 минуты. Давай. Если он, конечно, хочет. Ну, ты спроси у него. А, он сейчас не в это самое. Не алло. Не вадагвать. Ну, есть как бы что у него спросить. Там про шутманию. Ну, можно, конечно. Про аквайкон. Миллениум. Про лето там, про миллениум. Да, и все такое. Они там на ланы ездили. Про шутманию спроси. Ну, я Лешке написал. В общем, да. Про этот просвет можно спросить у него. Сколько они сейчас за свет платят? То есть у нас тут повысился электричество у нас. Дорого теперь стоит. Я думаю, что Сайфер не в курсе. Не думаю, что он занимается подобным. Подобные расчеты. Ну, что, ты ему написал? Да. Давай подождем несколько минут. Если ты, конечно, никуда не спешишь. Нет. Подождем. Пообщаемся пока с ребятами. Го, 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 Исса. Не работает, ты можешь что-нибудь там читать. Что-то интересное. А, ну, я пошел. Лешка звонит, погоди. О. Так. Алло. Алло. Привет. Ты из клуба, да? Да, он не нормально. Ну, хотелось бы, можно было бы и лучше, но вроде нормально. Ты где сейчас? В клубе дома? На Канарах? Ну, дома, дома. О, по-моему, видишь? Рейл Ганта 60. Все-таки не из клуба. А ты, это самое, как там? Пинг хороший у тебя из дома теперь, или в чем дело? А, я немножко переехал на другое место. И тут пинг получил, чем у меня на стороне. Ну, понятно. Слушай, ну, расскажи нам что-нибудь про шутманию. Все-таки хочется от тебя услышать. Как тебе игра? Вот, мы тут всем комьюнити сидим, вроде офигеваем. И играете ли вы все вместе с Авиком и Стрэнгсом? Офигеваем в таком плане, офигеваем. Офигеваем в таком плане, что, как бы, ну, комьюнити, эта игра не особо нравится. Тебе она самому как? Нравится? Ну, она старая же еще. Ну, как тебе сказать? Мне нравится задумка элита. Вот, то есть, мода элит. Сама игра, конечно, не ужасоватая. В ней не такие классные движения, как Quake. Но все же к нему тоже можно привыкнуть. Но это то же самое, как Quake, когда вышел, был без OSP-мода. Ну, может быть, да. Может быть, да. Ну, я не знаю. Там дело в том, что, как бы, многие говорят, что... В общем, проблема многих, это вот мышка плавает. Невозможно перестроить кут. И плохо модельки видно. Ну, сейчас там минимально все поменяется. Сейчас модель-то лучше видно. Можно лицо поменять. Но, по правде говоря, я уже не играл в эту игру, не знаю. Может, недели две, они сейчас что-то поменяли. Сейчас, по-моему, должно быть. Так там дуэль-то планируется, хоть? Как официальная цитрина, нет. Опа. Ну, это... Ну, это было понятно. То есть, сейчас будет, там, в 3-й, BFG Edition, там, по-моему, 2-й какой-нибудь. О, ну, что ж. Буд, там, чё-то, как говорится, какая-то FPP-сная игра выйдет один на один. Ну, то есть, как дуэльный вариант, Shoot Money, это не это, да? Это не дуэльный вариант. Это как вариант с Quake и Counter-Strike, только вот они сделали, действительно, очень хороший мод. Мой очень нравится, и вообще, как бы, я бы, ну, то есть, я с удовольствием играю. И что это за мод, расскажи немножечко. Ну, как известно, в этом моде играют 3 на 3, как бы, там, команда Бетхандра защищает поинт в течение 40-50 секунд. Нет, скажем так, то есть, там есть общее время минута, но первые 45 секунд противник, который ходит с релганами, просто пытается убить троих. Вот, а по истечении 15 секунд он может ещё дополнительно схватить поинт или не убивать противника. Ну, всё ясно. Ну, а там две пушки, да, только? Для Дехандров там только ракета, а для атаки это релган. Всё понятно. Всё понятно. Ну, как ты долго ещё планируешь, пока он существует? Я планирую, ну, я не знаю, смысл играть в игру, по которой они очень много. То есть, я, как бы, плейк не думаю, но я, наверное, переключусь на что-нибудь другое. Ну, сейчас пока зотоки есть, можно погонять, да? Ну, я зотоки гоняю, только... Квейкону тренируешься? Да, 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 потому что я, как бы, обычный, для меня это немножко нервно, у тебя, блядь, я не очень люблю это дело, вот, но перед плейконом у него прям необходимо. Ну, слушай, кстати, ты не можешь в шоке, то, что у тебя финалик-то был пони, а не агент? Шоке, не в шоке, но, как бы, минимальный взгляд. Деверно, да, я тоже вот думаю, что это странное такое произошло. Как-то он взял его на токси выиграл. Потому что в предыдущем зоток ты волновался по поводу того, что как-то агент уже приблизился к твоей форме-то, хотя бы в онлайне? Ну, во-первых, я был в плохой форме на прошлый выходной, то есть, я, грубо говоря, затащил, как бы, не знаю, во время чемпионата, да? Ну, я не знаю, просто, как бы, не чувствовал свою игру на 100%. А, во-вторых, будто агент очень-очень не так, но с ним. Ну, вот у него жесткий контроль-то уже, как бы, это понял. Не, ну, как бы, какой жесткий контроль, он бегает по огню, ну, все очень предсказуемо. Если, по-моему, как бы, на него агриться очень легко, можно заагриться, и он не смотрелся. Напасть имеешь что-то, да, на него? Ну, да, допустим, вот этот М13 в прошлый раз у меня выиграл. Я просто каждый раз шел на этот шоке, на шоке, там, обдамажить его, да, появиться где-то в удачном месте, и все такое. Ну, так, ну, короче, потом я понял, что, конечно, так делать нельзя, потому что, просто, как бы, ну, ничего, не, а он круче начал стрелять. Так, ну, да, а я поднялся, да. Да, да, то есть, я не поднялся, что-то поднял, а так, собственно говоря, ничего особенного. Ну, понятно. Ну, для тебя это пока что еще сыроват, да? Ну, как бы, не то что сыроват, но он, как бы... Ну, затащить то он может, то все-таки волнение есть перед, допустим, с ним с ним тяжело играть, нет ни перед кем волнением, просто есть люди, с которыми мне тяжело играть. Да, у меня с одним игроком не секрет, но мне тяжело играть против Левилла, у Левилла есть такая фишка, что он порой демотивируется или деморализуется и все. Ну, у тебя сегодня с ним вообще отрадно получилось? Ну, я говорю, что я на таксистике просто сделал первые три фрага, которые, походим, вывели из себя и... Ну да, он потом уже забил, да? Да. Я как бы вот всегда ожидаю от этого игры, и тогда он начинает быть легким. Ну, смотри, сегодня вот как бы в Зотеке ТЗМ-чик играл. Наверное, первые шаги его к тренировкам, да? Я смотрел игру против Левилла и видел, как он там сегодня играл на паблике на хаверах. Ну, как там в руках, то у него есть что-нибудь? Представляет он сейчас? Что-то представляет. Уже, да? Уже, да? Уже... На самом деле, вопрос очень странный. То есть, во-первых, один из последнейших турниров по PlayCon, во-вторых, это Америка, а третий как бы у нас сейчас... Последнейших в этом году или вообще? Ну, мне кажется, вообще. И как бы у нас с Рафой сейчас такая ситуация сложилась, что у нас одинаковое количество выигранных турниров. А-а-а, все ясно. И у нас, короче, по два PlayCon, то есть сейчас кто выигрывает третий как бы. То есть, как бы ситуация в PlayClive такова, что за весь PlayClive нет еще ни одного турнира, где бы мы участвовали с Рафой, и кто-то из нас не попал бы в финал. То есть, если каждый из нас по-любому, на любом турнире, куда мы не отвечали, кто-то из нас будет в финале. А это с момент, когда Килсон первое место на Эми взял? Ну, он выбрал Рафу в финале. Ну да. А ты тогда не участвовал? Я тогда не участвовал. А-а, все ясно. Не, я не говорю, что мы оба в финале с на каждом турнире. Кто-нибудь из? Один из нас, да. Он все время попадает в финал. А, ну все ясно. Ну что ж, тогда это будет ваша, можно сказать, такая, да, соперничество между, ну, как бы, людьми даже. Это вырезок. То есть, ну, это вдруг-то не будет все глотки торвать. Там в чай что-нибудь, шкуплевать ему. Я с пулером на 10-10 лет. А-а-а. 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 Ну что ж, мы будем туда ждать, и тебя очень хорошо. Да, давай, в общем, тренируйся. Набирай форму, убивай Рафу, лети в Америку. Спасибо. А-а-а. Потом посмотрим, что там с этой шутмани будет. А-а-а. Жмем у тебя руку за первое место. А-а-а. По поводу шутмани, так, честно, между делом поражать для людей. А стрэнкс у нас выдумалась команда, ну, грубо говоря, с двадцать минут очень плохо играем, взял там двух, две часы. То есть вы, то есть вы, короче, и... Понятно. Он такая, короче, и... А-а-а. У вас разве не дружеские какие-то там инститры? Ну, после этого, как бы, какие... Ну, я не понимаю, какие-то отношения, ну, с величественными просто... А-а-а... А-а-а. Значит, он. А-а-а. А почему он? У него, что, есть какие-то привилегии? Да, он один из лучших. Ну, он считается топ-2 в том, что... А-а-а. И он взял топ-1, например. Это брат Линца младший. А-а. Все ясно. На шестнадцать лет. И вот они сейчас сдали его, и еще один из лучших. Ну, честно говоря, как-то слухи-то... Я вообще шутманю-то не слышу ни от кого, кроме как. Не, ну, нас, короче, еще не выгнали. Ну, ему сказали, типа, мы должны послух Вейконы. Хотя Овек уже сейчас, как дистринируется, он на КВК не приедет. Он специально, когда сейчас сидит, играет в шутманю. Вот. Но он говорит, что ему не дают играть на КВК, они сейчас сами как-то рекидаются, там, играют. Он, в свою очередь, там, на фабликах играет, вот. И ему, ну, там, наш, ну, уже сказал, что... Угу. А, да, кстати говоря, а Стрэнкс-то на КВК не едет, да? Нет, конечно. Ну, он у нас чемпион мира Пашютманин. То есть, он выше всего этого, да? Конечно, он выше всего этого. А, Ави Кавик за тебя болел, да, сильно на зубске, я так подполагаю? А, да, я, Гри, делать нечего. А, решил пас в спектаторах побыть с тобой, да? Да, да. Полгарали. Все ясненько. Вот такие вот. Ну, понятно. Отлично. Все у тебя замечательно. Да. Ладно, в общем, не будем больше Леша задерживать. Давай, приятного вечера тебе. Ну, давай, Лех. Пока-пока. Счастливо. Так, ну что, с Афером мы пообщались, да? Теперь, наверное, можно и нашу контору прикрывать. Ну, да. Я еще разочек скину ссылку на Кубок Невы. Вот у нас 75 человек в чате, может быть кто-то заинтересуется. Друзья, если кому-то интересно, я тут еще, кто-то у меня про комп спрашивал. Я тут компьютер обновил, и у меня конфигурация старая продается. Ну, вообще, просто по дешевке отдам. Это железо, что ли, вытащилось? Да, да, да. Питер, Москва. То есть, я, ну, желательно Питер, Москва. Да, потому что я в Питер еду 29-го, а в Москве буду в конце августа. Могу, то есть, лично передать в руки, чтобы там никакой не почта, а то это долгогеморно и нафиг надо. Ну, да, на логе самое надо. Да, вот. Если вам интересно, скайп и там ВКонтакте, ссылочка у меня здесь есть в чате. Скайп у меня есть, написан в профайле на Гудгейме. То есть, кому интересно, можно зайти, почитать. Ну, как бы, почитать, посмотреть, добавить меня в скайпе, чем-то написать можно. Ну, в общем, где найдете, там найдете. На Форм Спринге, где угодно просто, как угодно со мной связывайтесь, если вас это интересует. Вот, по поводу цены можем договориться. Если там 5000 не устраивает, я могу как бы и подешевле его отдать. Не просто. Ага. Хотя ему 5000, конечно, красная цена. Тем не менее. В общем, ты сейчас дал понять, что можно с тобой договориться еще. А тебе он нужен, что ли? А, или ты так? Ну, вообще, да, можно. То есть, если люди... Если никто не хочет покупать за такие деньги, то как бы, если там спроса не будет, то отдам подешевле. Почему нет? Если хоть кто-то найдется. Хоть кто-нибудь, только бы не на полке. Да. Да. Ну, а зачем он будет на полке пылиться? Он через год будет вообще не актуален. Я так понимаю. То есть, ну, как бы не через год, но через два. Вот кто-нибудь приобретет. Что ты там продаешь-то? Да, практически полностью. Компьютер, там, проц, материночка, память, видеокарта. Ну, короче, все, кроме без CD-ROM, карда и корпуса. Вот, там и блок питания, короче. Короче, тут все там. Ну, все ясно. Я просто блок питания забыл написать. Зараза. Люди могут не понять, что думают, надо еще блок питания под все это покупать. Не, блок питания есть, и его вполне хватит. То есть, на все это дело. Вот это небольшая реклама была. Вот тут, кстати, НИКО, где ссылка на Кубок Невы, НИКО. Вот я по поводу этого вот кинул ссылку, там сколько у нас в чате осталось после трансляции. Там чат навернулся, там было 200 человек, а сейчас осталось 70. Вот, может кто-то почитает, там посмотрит про Кубок Невы. Вот НИКО, я так понимаю, ты из Питера, ты должен, наверное, ты туда придешь. Маякни, когда i7 будешь спуливать за Питерину, да? Я думаю, что я не буду его продавать еще очень-очень долго. Мне же главное, чтобы он трансляцию тащил, а i7 с головой ему хватает мощей. Вот, НИКО, я сейчас тебе где-нибудь скайпец напишу, есть там дело поговорить. Вот, вот, вот. Ну ладно, Бейс, спасибо. Спасибо, что пришел. У меня еще один месседж есть для людей, кто сейчас смотрит, кто остался. Через два часа стартуют игры на Госу Лиге по второй доте. Вот так вот. Ладно, Форс. Это уже тебе не интересно. Я, да, я... Давай, давай, давай. Супца наверху. Хорошо, хорошо, давай. Все, всем, всем. Ага, всем, всем. Пока-пока. Пока. Вот. Через два часа будут... Будет Госу Лига по дотке второй. Нас туда пустили. Там Зенейшн против... Против, против, против... Против Infamous, по-моему, или... Или... Не, Infused, Лоу, Infamous. Против Infused и MTV против еще кого-то. Нет, там есть хорошие игры, есть на что посмотреть. Поэтому, если вы как бы заинтересованы, то приходите в 22.00 по московскому времени. Вот так вот. Спасибо всем, кто смотрел Зоток. На этом по квейку сегодня больше ничего не будет. Прощаюсь с вами. До скорых встреч. Ну, точнее, скоро еще, наверное, увидимся. Через полтора часа даже. Наверное, чуть-чуть пораньше. Вот.